Так, запись идет, да? Да. Добрый вечер! Мы сегодня третий раз продолжаем разбирать статью Рава Шерке, которая посвящена двум стихам из главы Берешит, но в которых, тем не менее, описаны три важнейших принципа, которые мы постепенно и разбираем. Место из Берешит такое, что Бог сказал Адаму «от всякого дерева сада ешь, а от дерева познания добра и зла не ешь». Из этого мы учим три важнейших принципа. Первый мы обсуждали на нашем первом уроке обсуждения – это сам момент диалога между Творцом и Творением. То есть, есть такие мировоззрения, которые в главу угла ставят Бога, есть такие мировоззрения, которые говорят, что самый главный – это человек. Но мы идем по мнению, что самое главное – это диалог между Творцом и человеком. На втором уроке мы обсуждали содержание этого диалога, в котором Всевышний говорит человеку, ешь, что все это крутится вокруг еды, и можно всю жизнь, всю историю рассматривать как процесс принятия пищи, что что-то находится вне человека, и он это помещает внутрь себя, и таким образом он это возвышает, использует для служения Всевышнего. То есть с этого начался диалог, потом прегрешение Адама тоже заключалось в еде, и все праздники у нас связаны с едой, и в конце концов будет построен храм, и там будет тоже какой-то аналог еды, жертвоприношения. То есть еда – это тоже один из центральных принципов, вокруг которых вертится вся картина творения. И сегодня третий урок в этой статье, в которой мы учим, будем разбирать еще один важнейший принцип, который, опять же, следует из того, что сказал Бог Адаму, – это свобода выбора. Из того, что он сказал, что от этого дерева, от всех деревьев ешь, от этого не ешь, у Адама и у человека вообще появилась свобода выбора, то есть свобода нарушить, когда ему сказано, что вот это не делай, если ты это сделаешь, что это будет нарушением, тут, собственно, свобода и выборы появляются, и свобода выбора является тоже одним из важнейших принципов иудаизма, но при этом не столь однозначным. Начнем читать. Камень, который невозможно поднять. Тогда получается, что перед Адамом открыто все. Он может согрешить, а может не согрешить. И эта возможность согрешить или нет, известно, как свобода выбора. Свобода выбора – одна из самых сокровенных тайм в мире. Очень сложно логически понять, как это возможно, что у человека есть свобода выбора выбирать, есть свобода выбирать между добром и злом. Это вопрос, который занимает философов, моралистов, ученых из поколения в поколение до сегодняшнего дня. Я бы сказал так. Если есть возможность не согрешить и возможность согрешить, то мы уже не в рамках законности и не в мире детерминизма, а в мире, в котором все свободно. Если все свободно, тогда возникает вопрос. Может ли Бог властвовать на свободы выбора человека? У кого-то есть вопросы или что-то добавить хочется? Ну, хорошо. Свобода выбора. Есть она или нет? Когда мы рождаемся, у нас первое встроенное в нас ощущение, что свобода выбора у нас есть. То есть мы можем пойти направо, пойти налево, встать, сесть и так далее, или принимать какие-то более кардинальные решения. Но когда человек начинает задумываться, наблюдать за собой, за другими, философски как-то осмысливать реальность, он приходит к выводу, что вовсе не обязательно. Вот это мое ощущение, что у меня есть свобода выбора, оно может быть в меня встроенным. То есть либо это какой-то внутренний, внутренняя моя природа уже просчитывает за меня, что для меня выгодно, и я это выбираю. И меня к чему-то тянет, потому что моя природа просчитала, что мне это выгодно. И поэтому у меня свободы выбора нет. Либо это какими-то высшими моральными силами в меня вставляется, опять же, ощущение, что я должен выбрать, и ощущение то, что эта свобода выбора у меня есть. Получается, что и то, и другое недоказуемо. Одни люди верят, что свобода выбора есть, другие верят, что свобода выбора нет. И то, и другое доказать, в принципе, нельзя. То есть у нас есть ощущение, но мы не знаем, истинно ли это ощущение, ощущение свободы выбора. И иудаизм нам предлагает, насколько я понимаю, верить в том, что свобода выбора у нас есть, по крайней мере, на данном этапе, который мы должны пройти. И это вот мы учим, например, из книги Берешит, из того, что Бог сказал Адаму. Тем не менее, вопрос, который Раф Шерки задает, как его надо понимать, может быть, стоит это обсудить, то, что мы говорили о том сначала, что свобода выбора человека, она как бы противоречит естественному миру, миру детерминизма, в котором как бы неважно, какая физика сегодня существует, она может быть более сложной, чем в Средневековье, когда весь мир представляет себе детерминисты, как некоторый часовой механизм, который одна шестеренка против другой, и все определено заранее, в том числе и мои действия. Даже в сегодняшнем мире, в котором как бы есть некая неопределенность, но это неопределенность на уровне частицы, и она как бы совершенно не меняет нашему представлению о мире, в котором, если это естественный мир, действуют определенные законы, которые управляют всем, в том числе и человеком. И как в такой ситуации может быть свобода выбора, это, во-первых, совершенно непонятно. Мы говорили, изучали книгу Манитон, когда я говорил, что это какой-то такой момент чуда в нашем мире, что понятно, что с одной стороны мир детерминирован, а с другой стороны у человека есть свобода выбора. Но вот второй вопрос, и даже если мы решили, что со стороны мира не обязательно все определяется законами природы, все равно остается другой вопрос, кто управляет вообще этим миром. Если мы считаем, что незаконные природы, недетерминизм, то значит Всевышний управляет тем, что происходит в мире. И, может быть, в его власти тоже навязать мне какие-то действия, не давать мне полной свободы или вообще не давать свободы. Можно я скажу? Да-да. Понятно, что я тоже на эту тему несколько лет уже читаю книги. Самый рад. Ну, понятно, да. И понятно, что это речь не о лохе, а просто о мировоззрении. Поэтому иудаизм не говорит конкретно вообще. Нельзя говорить, что иудаизм даст свободу выбора. Есть определенные мудрецы, например, Ральбак или другие, которые говорят, что нет свободы выбора. Кто-то говорит, что есть свобода выбора. Кто-то говорит, как маймонит. Говорит, и вы правы, и вы правы, а как, я не знаю. Почему маймонит... Нет, секунду, секунду. Мне кажется, насколько я помню, может быть, я немножко ошибаюсь, но мне так кажется, что по маймониту у конкретного человека в общем нет свободы выбора. Но есть свобода выбора в большем масштабе. Маймонит, ну, буквально, я могу процитировать с точностью 80%. Он сказал, все запланировано заранее, как сказал Раби Акива, и есть свобода выбора человека. А как их связать, я не знаю. Все. Это самый честный ответ. Ну да, но я найду в каком-то другом. Это, по-моему, в Яда Хазака, но мне кажется, в другом месте. Ну, я посмотрю. Он это сказал в законах Тфилы. Я же говорю, в Яда Хазака. Яда Хазака, Мишнэй Тараш, про Тфилу. Мишнэ Тараш, да. Я хотел... Но там, где он пишет более философские его сочинения, там, может быть, немножко иначе. Я просто проверю. Может быть, это у меня накладка у меня бывает, может быть, это из любого места. Раб Рабинович, который недавно, к сожалению, ушел полгода назад, Мали Адумим, величайший мудрец, он сказал, что маймонидовский 14-й принцип веры – это как раз свобода выбора. Он просто его не написал в предисловии к Мишнэ. Но он сказал, что это Икар Гаэмуна, Икар Гатора в Амуд Гаэмуна, он написал это вот в Мишнэ Тараш. Поэтому ответ будет следующий, мне кажется. С точки зрения человека свобода выбора есть. Дима, а ты всегда сам отвечаешь. А с точки зрения Бога свобода выбора нет. Поэтому свобода выбора и есть, и свобода выбора нет. Нет, но Дима может высказать свою точку зрения, свое представление, как у него сложилось. Это на самом деле довольно очень сложный вопрос, в принципе. Мы, если мы можем залезть во всякие тонкости этого, и взгляд на мир, это также ответы в других случаях жизни, что с его стороны и с нашей стороны. Нихама, нас Рафаерман учит. Если вас приперли к стене какие-то еретики и сказали, скажи да, нет, то мы должны иметь в кармане готовый ответ. Вот к вам пристанет человек. Нихама, по этому поводу у нас есть разногласия. Есть свобода выбора или нет свобода выбора? Что вы скажете за одно предложение? Я считаю, что есть. Но это вообще говоря по этому поводу, есть у нас разногласия. Я тоже это признаю. Нет, это неправильный ответ. Это будет очень плохо с точки зрения Рафаерман. У нас есть разногласия. Подожди, Дима. Секунду, Дима. На самом деле, любые такие интеллектуальные выверты, как Митсидо, Митсидей, я не хочу совершенно с его стороны, с нашей стороны, ни к коим образом преуменьшить их значение там, где Балетания дает такой ответ, и там, где другие философы дают похожие ответы. Но при этом надо понимать, что это тоже просто уход от ответа таким или другим образом. Что значит с его стороны? Мы понимаем, что значит с его стороны. Вообще я в этом ничего не понимаю. Поэтому мы можем судить только о том, что мы видим и как мы ощущаем. Так он так и говорит. Никто не владелец истины. Я думаю, Дима, смотри, у Всевышнего есть цель, а каким путем к этой цели человек пойдет? Это свобода человека. То, что ты сейчас сказала, Таня, это одно из пяти-шести мнений. Ну, конечно. Так поэтому же они иудаизме и приняты. Тем не менее, мы сейчас обсуждаем мир, как он представляется нами. Как мы его читаем, как мы его видим, как его описывает нам Тарак. Философы могут много разных других моделей нам предложить. Вообще надо знать, что такое свобода, что такое выбор. И чего выбор? Разушерки говорит, между добром и злом. Тогда что такое добро? Что такое зло? В каком возрасте этот выбор возникает? Надо писать не между добром и злом, а между истиной и ложью. Вот правильно написать. Плюс, смотрите, что мне интересно стало. Рафшерки говорит, что этот вопрос не занимает евреев и мудрецов Торы. Это занимает только философов, моралистов и ученых. Почему Рафшерки не написал, что это интересует вопрос и мудрецов Торы? Он занимает. Да, мудрецы Торы тоже иногда выступают как философы. Ничего такого ужасного в этом нет. Но когда мы разбираем взгляд Торы, то мы разбираем взгляд Торы, не очень удаляясь уже в сторону размышлений. Философские размышления – это в основном размышления на основе нашего жизненного опыта. А жизненный опыт говорит, что как бы свобода выбора есть, наше представление, наше ощущение. И надо это как-то объяснить, согласовать с другими нашими представлениями. Ну, давайте это самое остановим. Но и в каком же возрасте свобода выбора? Впрочем, я хотела тоже согласиться с Татьяной, что свобода выбора – очень непростое совершенно понятие. И мы об этом тоже говорили, когда изучали Маниту, что такое свобода выбора Земли. Была она у нее, не была она. Это настолько неочевидно. И не говоря уже о том, что действительно была свобода выбора у человека, который всю жизнь свою провел в определенных рамках, начиная с рождения. Его наставлялись делать так-то и так-то, а все, что не так – это ложь. И школа, потом институт, а потом запрограммированное поведение. Почти нет у него свобода выбора в такой ситуации. Действительно. Поэтому вопрос очень непростой. Где у человека есть свобода выбора? Мы действительно иногда видим, что какой-нибудь человек может сломать все эти рамки, выбрать совершенно новый какой-то путь. А другие как бы двигаются в этой коллеге и никуда ни направо, ни налево. Поэтому этот вопрос вообще непростой. Наверное, чтобы выбор сделать, надо понимать, между чем и чем выбирать. А если я не понимаю, то как я могу выбрать? Я никак не могу выбрать. Правильно? Да, все мы ограничены рамками наших стереотипов, нашего мышления, нашего воспитания, нашего представления. С этим ничего не сделаешь. Мы пытаемся их как-то расширить, увидеть мир более выпуклым. И тогда возможность выбора у нас увеличивается. Но если я выбрала, то я иду по этой накатанной дорожке. Уже мне не надо выбирать. Например, человек понял, что красть – это не его суд. Я думаю, что это не так просто. И он уже не выбирает, правильно? Я думаю, что это не так просто. Каждый день ему приходится выбирать. Потому что сегодня он… Возьмем только эту область кражи. Сегодня он решил, что я больше не буду в банке. Ну или там красть у граждан. Ну да, утончается, понятно. А завтра он вдруг подумает, что то, что я немножко мухлюсь налогами, это тоже, наверное, кража. Или там красть у государства. И так далее. И когда он просто, так сказать, еще добавить к этому то, что называется гнева, да, обман какой-то, который неформальная кража. В общем, ты кого-то надуваешь, без того, чтобы залезть прямо к нему в карман. Или там явное мошенничество. А просто, так сказать, как в каком-то фильме было. Я имела в виду… Сегодня я ему продал, или купил у него акции по такой цене, а завтра они обвалились, и он мне должен платить по старой цене, неважно. То есть формально все нормально, а фактически человек… Так вот, наверное, когда речь идет о свободе выбора, об этом выборе идет речь. Сделать добро или сделать зло, сделать грех или не сделать грех. Да, но мы сейчас говорим о том, что человек не выбирает. Мне кажется, я считаю, что он не один в жизни выбирает правильный путь. Я буду хорошим, я буду правненьким, буду делать хорошо и не буду делать плохо. А здесь все время его ставят в сложные ситуации, неоднозначные, что он не знает. Конечно. Ну, просто вы сначала говорили о проектовой пути, об образовании. Безусловно, очень много вещей тут детерминированных. Но когда он решение именно принимает в нравственном смысле, сделать или не сделать, дурное, ты знаешь, что ты… Вы пропали. Вот в этом смысле свободы выбора. Не всегда я отчетливо не понимаю в жизни, что хорошо, а что плохо в каждый момент жизни. Иногда эти вещи требуют большой душевной работы, изучения, старые… Ну, так это тоже выбор, сделать эту работу или не сделать, если ты чувствуешь, что это навсегда живет. Конечно, конечно, мы все время находимся в состоянии выбора. И это то, как вернемся к тому, что Дима говорил, это не философские представления. Это так, как человек должен вести свою жизнь, что он в каждый момент должен выбирать. Он не может сказать, ну, все предупределено. На самом деле, что бы я ни сделал, все это от меня не зависит. Ихама, но есть же такой выбор, когда человек сделал, и он уже идет по нему, и это для него прекрасная черта, он уже не приступит. Таня, ты говоришь про понятия мухрах и бохер. То есть здесь тот человек делает выбор, пока не привыкает к хорошему. Как только он привык накладывать филин, для него это уже является привычкой, а не выбором. И так далее. То есть постоянно количество бохер уменьшается, а мухрах увеличивается. То есть в идеальный религиозный человек, у которого нет свободы выбора. Он делает все, как ему говорит. Это очень интересно. И это Равгутнер про это говорит. Тот, который... Паха-тыцхак. Паха-тыцхак, да. Он говорит о том, что действительно ощущение такое, что это... Ну, на самом деле, я не думаю, что это так. Даже суперправедники, к сожалению или к счастью, не знаю, как это сказать, всегда Бог ставит перед ними задачи. Может быть, не ставит им задачи удержаться от кражи булочки у соседок. Гораздо более высокие, гораздо более сложные, у них гораздо больше ответственности. И все это, в общем-то... А можно вопрос для всех? Чем больше человек знает, разбирается, изучает Тору, тем ему сложнее делать этот выбор или легче? Ну, это вообще сложно. Я не могу... Однозначного ответа нет, я думаю. Люди все разные. Задачи у всех разные. Но я могу себе представить ситуацию такую, в которой человек очень большой праведник, очень образованный в Торе и так далее, что перед ним стоят очень сложные вопросы, которые не стоят перед нами, маленькими людьми, и когда мы не должны решать судьбы поколений, кучи хасидов, которые за тобой пойдут. И известны случаи, когда большие правильники, большие мудрецы решали неправильно, и на их совести, нехорошо так говорить, но смерть многих людей, которые погибли в катастрофе, например, которые не давали им указания бежать или не понимали, чем это все грозит. Это один из примеров просто. На самом деле это может быть в любой области. Человеку-мудрецу приходят люди со своими вопросами, он вынужден решать их проблемы. Он может ошибиться, потому что проблемы сложные, неоднозначные. Ты не можешь до конца в них изобраться. Вот, Дима, ты знаток, ты помнишь, про кого это рассказывает, эту историю, что когда к нему приходили советоваться люди, он потом выходил всегда весь мокрый, да? И он, слушка его как-то спросил, почему так? Он говорит, ну, я тогда, чтобы понять его ситуацию, я должен войти в его положение. Я тогда должен снять свою одежду и одеть его одежду. Когда я вышла из себя, я уже не знаю, как решить его вопрос, потому что я как будто он, а потом, значит, я должен вернуться назад с себя, а потом снова вернуться к нему, и поэтому он потом с него сходит 7 потом после этого. Ну, вот такая ситуация у мудрецов. Так что у них тоже, может быть, непросто. Нет, это просто для нас, простых людей. Смотрите, вот вы идете по лесу, и вы разбираетесь в ботанике только на уровне 5 класса. Вы знаете, что красное лучше не кушать, а черное можно кушать. Ягоды, грибы. Как только вы начинаете изучать биологию, вы понимаете, что у этих, блин, ягод 200 разных вариантов. И вы начинаете бояться, вы начинаете выбирать, перебирать. То есть человек, ученик Торы, мудрец Торы, который изучил один лист Талмуда, он боится чуть-чуть. Как только он изучает 100 листов Талмуда, у него вся жизнь сплошной страх и выбор. Сплошная информация идет. Ну да, на самом деле это правда. Чем больше ты знаешь о жизни, чем больше ты... Знания применяют еще есть. Даже не обязательно мудрец Талмуда. Человек, обладающий большим жизненным опытом, он гораздо более осторожен в своих решениях, в своем выборе, чем тот, которому молодой человек. Он кажется, сейчас я все разрулю тут, да? У меня есть ответы на все вопросы. Спрашивайте, отвечаем. Как устроить нам, обустроить государство Израиль? Я знаю. Я знаю, как сделать мир во всем мире. Я знаю миллионы. Есть такие прямо у взрослых людей, не только у детей, которые остаются детьми на всю жизнь. Организация такая. Я не вникала конкретно. Это какой-то международный альянс за мир. Мы вот сейчас устроим мир во всем мире. Надо только захотеть. Ерунда. Все элементарно. А когда ты вырастаешь большой, ты понимаешь, что все в мире гораздо сложнее, и все эти шаги, они непростые. Ну, давайте продолжим. Это было очень интересно, очень занято. А вот смотрите, Нехама, выбор же возникает тогда, когда добро и зло, ну, если так визуализировать, лежат весы, и добро и зло, они как бы на одном, ну, одинаково. И человек должен выбор сделать. Когда что-то превышает, он идет за этим, что превышает. А так надо вот именно сделать выбор. Правильно, Дима? Да. Ты говоришь просто о лекции, которые ты слышала два-три года назад, я их тоже слушал. Нет, я просто представила. Да, то есть есть выбор. Стоит у нас супермаркет. Я просто как женщина представила, вот платье это или это. Смотри, так обычно все раввины начинают разговор о свободе выбора. Есть супермаркет, есть помидоры, три штуки, и вы можете аккуратно их взять и убежать. Это не свободный выбор. Речь вообще не о свободе выбора. Это вы сделали глупость или не глупость. Свобода выбора наступает, когда вы дали деньги за эти помидоры, а кассир совершенно случайно ошиблась и вам сдала сдачу на одну, на один доллар, на один рубль, на один шекель больше. Вы представляете себе? И вот у вас сейчас задача. Вернуть ей этот рубль лишний, который она дала, или оставить себе. Дима, я на самом деле это интересный пример, но я не вижу разницы. Разница очень большая. Если ты спокойно можешь ссунуть помидор в карман, точно так же ты можешь спокойно и рубли ссунуть в карман. Если ты не можешь это сделать принципиально, потому что ты не воруешь, то и тут ты не сделаешь этого. Нет, Нихана, выбор не наступает. А все могут поймать здесь, а не могут поймать, это несущественно. Мы говорим действительно. Выбирать можно только между двумя вещами, которые одинаковые, идентичные, похожие. Нельзя выбирать между грушей и яблоком. Можно выбирать между одинаковыми двумя яблоками. То же самое и касается духовных вещей. Вот о чем речь Таня говорит. Это не я говорю, это Таня говорит. Ну хорошо. Ну давайте пойдем дальше. Это очень интересная действительно лекция. Свобода выбора это просто нескончаемая, конечно, философская проблема. И можно о ней говорить слишком очень долго. Я просто хотела контексту эту привязать и сказать, что мир устроен или детерминированно, или недетерминированно. Если все детерминированно, непонятно, откуда свобода выбора человека. А если все недетерминированно, а всем управляет Бог, опять возникает вопрос. Может быть, он управляет и моей свободой вид. Это, так сказать, конкретно вопрос, который задается в этом абзаце. в этом абзаце. В этом абзаце, мне кажется, Раф подчеркивает, дает определение свободе выбора как возможность согрешить. Вот это я здесь выделил. Если мы возьмем только от всякого дерева ешь, то несмотря на то, что у Адама есть выбор, там, грушу есть или яблоко, или что сначала, что потом, это не называется выбором. То есть выбор, это именно, когда сказали, вот этого не делай, это сделай. То есть, свобода согрешить, возможность согрешить. Да, это тоже важно. А если свобода наоборот, разве это не свобода? Какая свобода наоборот? Ну, не согрешить. Тут и оно, что я могу исполнить заповедь, то есть, свобода исполнить заповедь у меня есть только тогда, когда у меня есть какой-то запрет, когда у меня есть возможность ее не исполнить. То есть, тут о том идет речь, что сначала сказано, от всякого дерева ешь, тут свобода выбора нет. Потом сказано, от этого дерева не ешь. Тут уже есть свобода выбора. Потому что у меня есть возможность таки нарушить. Андрей, тут не свобода, тут все хуже. Всевышний специально запутал. Он сначала говорит, от всех деревьев ешь, от плохих, хороших, от жизни, от смерти. А потом вдруг говорит, а вот от этого не ешь. Так, подожди, первое слово, да, первое слово сказал, от всех Всевышний кушать, тогда я буду откушать. А зачем мне сейчас, то есть, Всевышний сделал все для того, чтобы человека запутать. Ну да, мы об этом уже говорили. Ну да, то есть, он как бы дал возможность такого спора и колебания, там, как это понимать и так далее. И таким образом, и свободу войти в заблуждение, да, ошибиться, свободу, там, для искушения, там, который может мне сказать, что, а ведь он сказал, от всякого дерева, это значит, включая и то дерево, и так далее. То есть, вот это вот в этих двух фразах, ну, и обозначены там все возможности разных пониманий свободы выбора. Ну, как ошибиться. А что значит сначала, а что значит потом? А как бы он объяснил? Сначала бы сказал, вот от этого дерева не ешь, а от всех ешь? Нет, он сказал, от всякого дерева ешь. То есть, по простому смыслу, это включает в себя абсолютно все деревья, включая. Я просто думаю, как разрешить вот действительно это противоречие. Я никогда не думала, что Господь сознательно так сказал, чтобы запутать. Он сказал, как мы выражаем мысли, делай то-то, кроме этого. Я так это понимала, делай то-то, кроме этого. но как вы сказали прежде, это вполне возможно. От этого дерева не ешь, от всех остальных ешь. Тогда был бы... Это было бы четче, понятно, но тут был ли какой-то умысел злой? Тут как-то очень... Это не злой умысел, это принцип. Два принципа. То есть, на самом деле, мы об этом говорили, все деревья, включая это самое, они предназначены для этого изначально. Запрет он был временный. Поэтому, на самом деле, все не очень просто. Торопился. Просто он поторопился. Умысел был в том, как раз, чтобы Адам съел от всех деревьев. Только был как бы хитрый порядок, который, как выясняется, Адам не отгадал. Теперь мы его уже знаем, и когда мы вернемся в Ганеден, тогда мы все съедим в правильном порядке. Ну как ты отгадал? Может, он просто пошел по своему пути? Какого-то другого подвоха. Да, Адам-то не знал как раз, поэтому он ошибся. А можно я дополню на тему желания? Можно? Да, конечно. Все слышно? Ну вот смотрите, я думаю, что за каждым выбором в первую голову стоит желание. То есть это так же, как когда Бог творил нашу вселенную. И таким образом именно от желания проистекает наш выбор. Именно таким мир и сделаем. Но желание тоже нас, как Аня говорит, тянет в разные стороны. Есть две чашки весов. Одно желание выполнять волю Всевышнего, а второе желание это съесть от дерева, например. Ну, собственно, выбор, он и зависит от силы желания. Если у меня увеличится желание к чему-то одному, то я это и выберу. Ну и тут можно по-разному играть. То есть устрашить меня наказанием за этот выбор и так далее. Это будет все на чаше весов с моим желанием взвешиваться и так далее. И выбор, как правильно сказали, что настоящий выбор там, где это примерно равные возможности. Мне кажется, тут с позиции осветениями Ашем или наоборот. Вот это всю историю и идет этот тест. Ну да, да, это тоже верно. С каким намерением человек делает? Одно и действие, но с каким намерением? Да, тут тоже может быть выбор. Преподает человек с каким намерением, чтобы донести свет или он хочет возвышаться. Ну, всегда опасность есть. Ну, в общем, намерение вникать надо. Ну, это Таня говорит. Я думаю, мы трогали это, Андрей, Равшерке уже дошел, то, что Таня говорит, что дерево одно и то же было на самом деле. это университет и Ешива, смотря как подойти к ней. То есть, можно подойти с точки зрения академической, как университет, и тогда это будет плохое дерево. А если вы подходите как к Тори, как к Ешиве, тогда это будет хорошее дерево. Но я думаю, что мы дойдем до этого. Это будет, да, в других статьях об этом тоже есть. Ну, хорошо, я читаю дальше. Есть известный философский вопрос, который задают себе многие старшеклассники, а также более взрослые люди. Может ли Бог сотворить камень, который сам не сможет поднять? Этот вопрос задали Маскелим одному из Рэбе Хаббада Цемахцедеку. Они спросили его, может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? И Цемахцедек, который был великим хасидом, но также имел чувство юмора, ответил, что, конечно, он может. И не только может, он сотворил такой камень. И этот камень свободы выбора. То есть, свобода выбора это место, в котором Всевышний решил ограничить свою возможность вмешаться. Да, то есть, одно из определений Бога в иудаизме это коля шер хафетс аса, тот, кто делает все, что хочет. На самом деле, никого, кроме Бога, нельзя назвать в полной мере, что Он делает все, что хочет. Потому что все мы обусловлены природой, какими-то силами, которые над нами властвуют, силой тяготения, своим голодом и так далее. Все мы обусловлены. Есть Бог, который не обусловлен ничем, поэтому при Него сказано. Тот, кто творит все, что хочет. И Он творит настолько все, что хочет, что Он решил даже в каком-то месте ограничить свою свободу. Что вот здесь будет свобода другого, которого Он создал, и Он туда не будет вмешиваться. До какого момента Он туда не будет вмешиваться, это, опять же, вопрос. То есть, в конце концов, Он сотворил, честно сотворил такой камень, который не может поднять. Опять же, вопрос, в конце концов, Он возьмет и поднимет, потому что Он, опять же, свободен. Это про сжатие, можно сказать? Ну да, про сжатие. То есть, поскольку Бог вначале наполнял все, и ничто, кроме Него, существовать не могло. Чтобы сотворить кого-то другого, Он ограничил самого себя, и там как раз появилось пространство, где его нет. Опять же, условно говоря, и там вот в этом пространстве Синцума вот этот человек или творение, он там как-то что-то делает, делает то, что хочет. Но опять же, он ограничен границами вот этого пространства Синцума. А вот я, когда это слышу, то у меня сразу прошедух, думаю, когда человек вот это сжатие сделал, освободил место, то он готов принять свое я другого почему-то. А там уже дальше идет на уровне семьи, общества, общины, народа, еврейский народ как раз, наверное. Ну, для отношений между людьми не обязательно шедух. В любых отношениях с людьми. Ну да, ну мне просто, потому что шедухом занимаюсь, поэтому это ее тема. Ну я понимаю, но отношения между мужчиной и женщиной это хорошая модель вообще любых отношений между людьми. как бы... А вот Адам, когда назвал Хаву, это он, наверное, тоже там себя расширил свое я. Это он так как к функции относился. Я не могу сказать. Вообще-то не расширил, наоборот же... А, ну может и расширил. Расширил свое я или вышел... Или... Это не так просто. Это надо обсудить отдельно, я думаю, и обдумать отдельно. Это будет тема следующей, кстати, статьи. Окей. Мужчина и женщина. Так, ну хорошо, пойдем дальше. Да. Кстати сказать, выслашение это считается полным кощунством. Если ты говоришь, что есть нечто, над чем не властен Бог, ты преуменьшаешь возможности Бога. Но мы говорим, нет, Творец мира настолько велик, что он может даже ограничить свои возможности. И это область свободы выбора. Но это также порождает в душе человека мысли об отрицании Всевышнего. В тот момент, когда человек понимает, что он свободен, он склонен также отрицать в своем сознании того, кто сотворил этот мир. Поэтому, когда Всевышний приходит к человеку и вмешивается в его жизнь после греха, он выражается языком, который как бы содержит сомнения. Он говорит человеку, не от дерева ли, о котором я заповедал, тебе не есть, от него ты ел. Не от дерева ли? Как будто Всевышний не знает, ел ли он. Раши говорит, что он спросил это, чтобы вступить с человеком в разговор. Но глубина в том, что именно здесь Всевышний притворяется незнающим для того, чтобы показать автономность, независимость человека, дать ему возможность согрешить, но дать ему возможность и раскаяться. Здесь мы опять погружаемся в кабалу, потому что нам объясняют, как можно вообще сотворить творение. То есть творцу пришлось себя ограничить, но мы учим, что тут была цепь последовательных ограничений, пока творец не отдалил от себя творение настолько далеко, пока оно могло почувствовать себя на самом-то деле уже отдаленным, независимым, другим, и это также привело к тому, что оно стало уже просто не ощущать творца и говорить, что его нету. И такую возможность дал, и задача, получается, была, чтобы вот это предельно отдаленное творение могло свободно начать движение обратно к творцу. Не так, как было в начале, когда оно полностью было обусловлено. От всякого дерева ешь, но это я тебе сказал, я тебе дал все вот эти плоды для твоего наслаждения, но там был ряд таких действий, которые дали полную свободу, тем не менее осталась память о пребывании вот этому в диалоге со Всевышним, и оттуда, собственно, из вот этого места конечного удаления, когда человек может даже сказать, что там Бога нет и так далее, он начал свое возвращение обратно. Я хочу, чтобы все обратили внимание, смотрите, как Всевышний общается с человеком, языком, который как бы содержит сомнения. Точно так же и змей общался с Хавой, языком, как бы содержащим сомнения. Вы вспомните, как он говорил, может быть, может быть, есть шанс, что вы не умрете, когда дотронетесь и так далее. Очень интересная аналогия. Хочешь сказать, что змей использовал ту же схему, которую использует Всевышний, чтобы Хава ощутила себя свободно выбирающей человеком. Делать свободный сознательный выбор, да? Нет, Всевышний стал говорить так, как после уже змея. То есть, сначала он говорил, это ешь, это не ешь. Потом пришел змей и говорит, а верно ли сказал Бог, а действительно умрете? И потом... Но он создает, значит, скажем так, змей, он первый создал иллюзию, свободу, иллюзию, скажем так. Впечатление от свободы выбора, это очень здорово, интересно. Он не просто создал иллюзию, а еще и создал возможность раскаяться. То есть, обратите внимание, что в конце Раф Шеркин написал. Его наказали Адама не за то, что он сажал это, блин, дурацкое яблоко или еще винограда, напился вина, а за то, что он не сделал шуву. Вот самый большой его грех. И вот, когда речь идет, когда Всевышний разговаривает таким языком, использующим сомнений, который дает автономность человеку, якобы он может выбирать, якобы у него есть свобода выбора, значит, у него есть возможность раскаяться. И это заложено в словах Нахаша тоже. А, кстати, вот скажите, а на иврите это тоже так звучит, как по-русски? Вот, как вот, знаете, принято говорить, а не знаете ли вы, где здесь ближайший там банк? А в английском так не спрашивают? Да, конечно, нет, и на иврите не спрашивают, меня всегда дети стыдят. Ты из России все задаешь вопрос в негативном ключе. как это вежливо. Я в последние годы только, да, в русском это выглядит как вежливость, а в иврите или в английском на тебя смотрят странно. Почему ты спрашиваешь, нет ли у меня утюга? У меня есть. Ты спроси, есть ли у тебя, да? Так можно и так спросить. Нет, Нихама, если вы так спросите, значит, вы знаете, что вы уверены, что я знаю, а если вы не знаете, то вы должны вот так спросить. Ну, я так говорю, это схема мышления. Мы в России или там предполагаем, прежде всего, что скорее всего у тебя ничего нет. То есть это иврите звучит конкретно? Или ты не знаешь, или ты не скажешь. Мы предполагаем в России худшее, а позитивное мышление предполагает лучшее, поэтому я спрашиваю, знаете ли вы, как пройти на улицу Герцеля, допустим, да? Или есть ли у вас в продаже винтики? Почему я даже думаю, что нет? Это в России ничего, чего нельзя, не хватит, что всего нет. Ни туалетной бумаги, ни того, ни сего. Поэтому я думаю, что это просто схема мышления. Хотя, конечно, она говорит о некотором отдалении еще. Я стараюсь себя перед своим оппонентом как-то уменьшить, заделить себя, на него не давить. Есть ли у тебя винтики? Может быть, у вас случайно, нет ли случайно винтиков? А вдруг на это? Сама, про туалетную бумагу рактуально уже. Ты что? Про туалетную бумагу уже не актуально. Нет, конечно, не актуально. Мне тоже показалось, что это наезд, 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 не к месту. Нет, но это раньше так было, так сложились, так сказать. в Советском Союзе. Раньше туалетной бумаги не было. Раньше туалетной бумаги не было. О чем ты говоришь? Я думаю, что возможно на сряде. Скажите, как звучит на иврите вот это? Я посмотрел, да, действительно, отрицания здесь нет. Но на русский переводится с отрицанием. Не от дерева ли, о котором я приказал тебе, там вот этого нет. То есть вот это вопросительный артикль он не имеет смысла отрицания в иврите. Но в русском языке вот оно так. Пока, ваше, теперь, может быть, когда там изобилие, все есть, то, может быть, все изменится. Я думаю, Всевышний просто принял игру. Началось сокрытие и он точно так же начал общаться. Но тут предположение, поэтому он так говорит специально. Но вот это предположение, что есть раскаяние, вот в этом вопросе заложено. То есть он, ну, Адам спрятался, да, в какой момент вопрос этот идет. Адам спрятался, при том, что мы знаем, что это очень глупо прятаться от Всевышнего, потому что он знает, от него невозможно спрятаться. Ну, принимает игру, действительно, да, где ты, он говорит, то есть, хочет поиграть. Если Адам спрятался, да, окей, я сделаю вид, что я тебя действительно не вижу где-то, я иду искать. Вот. И дальше там вот такой разговор, да, который дает возможность, дает возможность Шувейн. Адам не просто не признался, он еще и свалил вину на другого. Да, я вообще белый и пушистый. Это она, которую ты мне дал, он же его самого и обвинил, которую ты мне дал, жена, которую ты мне дал. Может, это страх? Ну, неважно, но не раскаяние полное, не то, чего от него ожидалось, я думаю. Ну да, об этом и речь, то есть, они вместо того, чтобы сделать Шуву, начали валить все на другого. Адам на Хаву, Хава на Змея. Может, от Шувы нужно время? Ты же мне дал ее, я-то вообще тут. Конечно, нужно время, вот мы так уже шесть тысяч лет почти этим и занимаемся. Ну, а как люди? Одни сразу делают Шуву перед другим, а другие нужно время. Ну, все, все мы сыновья, дамы, дочери Хавы, все мы как-то так двигаемся по этому пути. Не дошли еще, мы в середине. Да, кто-то, кто-то немножко больше продвинулся, кто-то меньше. Что интересно, что с ними тремя говорит Бог, да, по-разному, то есть, когда он обращается, кто сказал тебе, что ты наг, не от дерева ли, о котором я приказал тебе не есть, от него ты ешь, делал, да, жене он уже говорит, что ты сделала, а змей он не задает вопросов. Он говорит, так как сделал ты это, то проклятый от всего скота. То есть, здесь получается, что у змея свободы выбора нет, ну, насколько я понимаю. То есть, он с ним уже ни в какие игры не играет. Он говорит, ты сделал, и вот ты получишь наказание. Тем не менее. Нет возможности раскаяться у змея. Да, нет возможности раскаяться. Решили трое, но наказаны четверо. Появляются еще земля, и там понятно, что еще в земле была заложена причина вот этого, что произошло с Адамом. То есть, это как бы даже не грех Адама больше, ну, не больше, или что, но еще земля там же участвует в этом. я не помню, мы здесь говорили об этом, нет, но это длинная история. Нет, нет, про землю не говорили, ну, да, проклята земля из-за тебя, и в страдании будешь есть ее. Да, то есть четверо, но при этом к земле Бог вообще, получается, не обращается. Он даже к змею обращается, хотя без вопросов, просто ты сделал, ты получишь наказание. Но землю он как бы от третьего лица тоже наказывает. Да, проклята земля, конечно. Она же там первая сделала грех, когда плод не сделала так, как нужно. А человек, созданный с земли, получается, тут вот эта вот взаимосвязь есть. Возможно, я не знаю, я только предполагаю, у меня нет окончательного ответа, но возможно, все это зависит не только от свободы выбора, который предполагается, что может быть у земли была, и поэтому ей полагается наказание, но также от способности к моральному выбору. Не предполагается, что у земли есть какая-то моральная установка, что она не сделала то, что ей Бог велел из каких-то моральных соображений. То же самое и про змеи, как мы учили, что это как бы некоторая модель человека, которая создала земля, которая отличается от него отсутствием моральных установок. а человек, у которого предполагается, что у него есть моральные ориентиры, к нему Бог обращается так, что дает ему возможность расставить. Я думаю, что это отличает, хотя я не сто процентов ответила. Но это, мне кажется, соответствует тому, что манитур говорит. Ну да, похоже то, что вы нас учили, когда манитур, похоже очень, да. Ну, тогда можно сказать, что все это находится в одном человеке, Адам, Хава, Змей и Земля, и у каждого этих четырех уровнях разная моральная ответственность, разная свобода. если там как бы змей обратился к Хаве, потому что там она более, ну, то, что там говорят, эмоциональное начало, оно более падкое на какие-то соблазны, желания. И когда уже эмоции согласились на это, тогда уже эмоции говорят разуму, то есть Адаму. И тогда можно сказать, что там возможно вот эта Земля, это тоже какая-то часть подсознания там может быть или природы человека, который уже как-то там слепо там куда-то тянется, куда там ее влечет, как в нее заложено, вот, и она то есть определенную там, не знаю, свободу какую-то в каких-то рамках имеет, да, но при этом, ну, то есть разница в мере свободы и в мере моральной ответственности у этих четырех уровней человека. Адам Хава Змей Земля. Можно сказать, Раб Розенблюм каббалистическую версию предложил, почему согрешила Земля. Она решила взять удар на себя, то есть она знала, что согрешит человек в будущем и она говорит, я беру вину на себя, я такая плохая, из меня будет сделан человек, и вон не виноват. Это интересно, это немножко совсем другой подход, не маниту, я думаю, что не Рав Шерки, но очень занят, конечно. В этом случае мы считаем, что у Земли тоже были какие-то моральные соображения, может быть, запутанные, может быть, неправильные, а может, и правильные, может быть, она так проведела, как бы некоторый божественный замысел создать мир несовершенным, и тогда человек получится несовершенным, и тогда все пойдет как надо. Ну, а дальше мы берем нашего любимого Нахманида, Рамбана, который говорит, сделаем по подобию, слово сделаем, он советовался с Землей Всевышней, а не с ангелами, и все, и тогда все становится на свои места, у нас есть Земля, который якобы советовался Всевышний делать человека или нет, и все понятно. Особенно интересно, если учесть, то грамматически на иврите Земля – это женский род слово «человек», Адам и Адама. Земля – это не в буквальном смысле, а это материальный мир, то есть материальный у нас только мощный мир, и его надо осветить, то есть вот это связать духовное Землю и небо вместе, и поэтому человеку будет очень легко, он в поте лица будет трудиться, чтобы это сделать, чтобы соединить вместе, чтобы намерение у него было правильным, чтобы любое действие он как бы все время думал, для чего он это делает, не просто так. То есть человек находится между Творцом и Землей, она как бы проклята из-за него, как здесь написано, и точно так же он должен ее обратно все поднять, то есть если он плохо себя ведет, все сказывается на Земле, и наоборот. Любое действие... Голос брата братство и лоро передо мной. Давайте вопрос для всех, можно? На засыпку. У нас четыре персонажа, Всевышний, Человек, Змей и Хава, Ева. И они все разговаривают между собой, только два персонажа не разговаривали между собой, кто это. Адам и Хава? Нет, Хава говорил с Адамом, Змей не говорил с Адамом, и Адам со Змеем нет. Между Адамом и Хавой нет диалога, но она ему дала этот плод в воду, да? Наверное, с ним разговаривал. Так там написано он при ней, как будто она генерал, а он этот при ней. Ну, не знаю, вообще, может быть, и как. Ну, и в будущем так будет. Дима, ну, какой ответ-то? Ну, ответ мудрецов Адам и Хава. Они не разговаривали между собой. То есть, они были еще спиной друг к другу, а не лицом. Не-не-не-не-не. Спиной это было в первой, в первой серии. Это в первой серии. Нет, это про отношения между людьми. Давайте дальше пойдем, иначе мы Равошерки замутим. А можно все-таки вернуться? Вот причина и следствие. Земля проклята, потому что, или земля жертвенная, зная раньше, заранее, что будет, так сказать, взяла на себя. Тут я что-то не уловила. Ну это другой комментарий, немножко не в рамках Равошерки. Это просто привел его как интересную мысль, что она заранее решила взять на себя вину, но это следует обдуматься, как это сочетается или сочетается вообще. Пойдем дальше? Так, ну и в конце у нас один абзац, поскольку урок шел в период Пурима, то Рав привязал это к периоду. И об этом мудрецы сказали, откуда мы знаем про Амана из Торы. Аман мог бы привести к полному краху истории. Если бы он смог уничтожить народ Бога, история не смогла бы достичь цели. Таким образом, Аман это тот, кто приводит к сомнениям и отрицанию Бога в мире. Поэтому на него есть намек уже в начале Торы в словах «не от дерева ли» «хамин аэс». Слово «хамин» можно прочесть как «хаман». И это связывает нас с наступающим праздником Пури. Вообще, в уроках Крава-Шерки очень много игры слов. Когда я их перевожу, приходится делать очень много сносов. То есть, вот, например, там, «хамин», когда Бог обращается к человеку, он говорит «хамин аэс» это безогласово представляет собой имя Хамана, который потом в книге Эстер встречается, от которого произошел Амалек, а слово Амалек, собственно, его гематрия, сумма численных значений, это сафек, сомнение. То есть, вот и здесь как раз и сомнение, не от дерева ли приводится. Ну, который потом в итоге вырастает вот в такого персонажа, как Аман и Амалек. А потом на дереве повешен будет, поэтому слово дерево и Аман, они связаны от начала до конца. Да, Аман и Аэс. Ну, дерево это ж тара. Это другое дерево, наверное. Ну, так, а тоже говорят, что она может ядом быть, если человек с каким намерением изучает. Правильно, Дима? У нас слово дерево может быть все что угодно, и человек, и тара, и так далее. Просто мы в данном случае здесь только намек на Амана в том смысле, что здесь в отношении этого дерева возникло сомнение, сомнение разрушающее. Бывают разные сомнения, которые позитивные, которые можно разрешить, которые можно тебя куда-то продвигать. Но есть некоторый тип сомнения, он разрушающий, что он повергает человека в такую неприятность. Поэтому вот об этом здесь Раб говорит, что Аман это те сомнения, которые, например, могут привести к отрицанию Бога. То есть они не позитивные. То, что любое сомнение, оно негативное. Есть разрушающие сомнения. Нам это известно. И в обычной жизни тоже мы с этим, к сожалению, сталкиваемся. А может быть, не существовала катастрофа. У вас есть точные доказательства этого. Почему бы это сомнение нездоровое? Потому что есть нездоровые сомнения. кто-то еще что-то хочет сказать? Я сразу вспомнила подвиг разведчиков. это сомнение. То есть почему поверили людям, а не ну вот это что-то вспомнили. Крех разведчиков. Да? Да. Они посели сомнения. Наверное, правда, да. Да, 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 я почему-то вспомнила сразу. То есть усомниться в Боге и поверить человеческим глазам. Ну вот в таком вот ракурсе. Но они испугали, что будет влияние и они не выстоят. Ну и что? Это сомнение в Боге. Я согласна с Викторией. Ну корень любого греха это недостаток веры, правильно? Да, вот об этом идет речь. то есть сомнение иногда... Я думаю, страх. Мы о нем второй раз уже говорим. Страх, корень всего вот этого. недостаток веры. Я думаю, недостаток знания. Ну знания бывают разные. Вера тоже разная бывает. Ну я согласна. Не, но одно может быть связано с другим, Дима. Да, недостаток веры, он может порождать и страх. Скажите, у нас видите, недостаток знания, недостатку знания человек не может правильно поверить, не может когда он верит на самом деле некоторым идеальным правильным образом, скажем, по моему монету, то весьма возможно, что он и не боится. И он действует всегда оптимальным образом, в идеале. Скажем так. Но есть сомнения, которые требуют разрешения, которых действительно человек не всегда, если он всегда во всем уверен 100%, ничего плохого в этом нет. Если нет, тогда даже в вопросе так сказать, свободы выбора, он не всегда уверен, как ему правильно поступить, куда идти, учиться, на какой женщине жениться, и так далее. Он может сомневаться, выбор не всегда очевиден, но при этом всегда представляется, что если он ориентируется на Всевышнего, то это правильная ориентина. И он помогает разрешать сомнения. Мы только ушли от вечной темы свободы выбора и плавно переходим в другую вечную тему, что первично, вера или знание? Не знаю, мне кажется, что мы переводим в плоскость не от того, каким быть, грешным или не грешным, а от того, что делать, а это разные вопросы, что делать в жизни, что правильнее и лучше для меня, пойти налево или направо, но это два разных вопроса. на самом деле, если я верю, то я должна верить, что это одно и то же. То, что Всевышний хочет для меня, куда он меня направляет, это правильно для меня. И поэтому весь вопрос, что он от меня хочет, я готова делать то, что он от меня хочет, но я не знаю, как другие, для меня это всегда главный вопрос в моей жизни. я не знаю, не знаю действительно, чего он от меня хочет. И в некоторых случаях ты можешь предполагать, а в некоторых случаях ты не знаешь, находишься в некотором сомнении, но в чем сомнение, например, у меня нет, то, что мне надо делать то, что он от меня хочет. Дима, ты не всегда можешь сто процентов знать. По знаниям подразумеваешь опыт? Нет, правильное понимание, это то, что Маймонит говорит. Я смотрю на нашу ссылку номер Анит, он об этом говорит очень много. Опыт тоже знания, правильно? Только практические. Ну, в любом случае, например, разведчиков, у них не было знания, что их ждет в этой земле, то есть в этом была проблема, но знание, оно восполняется верой, то есть тот, кто верил, что раз Ашем сказал, то там будет все хорошо, то он туда идет, тот, у кого нету незнания, неверой, они туда идти боятся. Но то, что Дима говорит, насколько я понимаю, то, что он говорит про Маймониту, то, что правильное знание о мире, правильное понимание мира, правильное представление о мире приводит человека к вере по всевышнему, правильное веру. Чем мы питаем свою веру? Питаем ее знанием, чем больше с каждой буквой Торы мы укрепляем свое знание и за счет этого укрепляем веру. В Торе несколько раз написано «Ве ядатем, ве эмантем». Сначала вы познайте, а потом поверьте, это Тора, это не я, это не Дима. Нет, все правильно, совершенно верно. И это конечно мы монет не придумываем. Что здесь познайте? Это тоже опыт, Дима? Да, и опыт тоже, конечно. Человек, имеющий какой-то очень ограниченный опыт, например, есть люди, которые туповаты в смысле душевном или в смысле восприятия правильного окружающего мира. Их опыт, он немножко искривлен, он тоже мешает им правильно делать правильный выбор. Они могут много очень знать теории, например, есть такая замечательная история про ученика Равина. Рав куда-то отлучился, к нему пришел крестьянин проверить правильность курицы. Ну, она была уже разрезана, и он открыл книги, прочел там миллион всего всяких законов как быть с разными органами и так далее, вывел свое заключение, тут пришел Рав. И вот ученик спрашивает, правильно ли я решила, ты совершенно правильно решил, только ты неправильно понял, где печенка, а где почка, примерно. То есть без опыта человек знает даже все, весь шелухан нарух наизусть, он не может принимать правильные решения, потому что он не понимает каких-то элементарных вещей, как устроена, например, скотина, как устроена птица, как устроены отношения между людьми иногда. И иногда ты просто в современных дискуссиях в сетях ты сталкиваешься с такими людьми, с ними невозможно логически беседовать, потому что у них есть какие-то стереотипы, которые совершенно не отражают реальность. Нехама, ну в качестве того, чтобы с вами поспорить, вы не правы. Одно дело, когда мы о курице говорим, а другое о всевышнем. Мы его никогда в жизни не попробуем, и у него нет ни печенки, к сожалению, и ни селезенки. Поэтому, когда знание о Боге, это чистая теория, это чистые знания, это чистый маймонит. Никакого опыта нет. Маймонит на самом деле говорит о том, как человеку правильно себе вести в этой жизни. Он написал по этому поводу 14 книг Яда Хазака, Мишне Тора. Мишне Тора. Как себя правильно вести в этой жизни на основании Торы, на основании того, что Всевышний сказал? Но чтобы верить в это все, по большому счету, человеку нужно много еще знаний о мебели. Если он не знает ничего, для него это все остается пустым звуком. Мы можем с тобой здесь расходиться, конечно, нельзя чисто теоретически. Хотя бывают люди с таким как бы такой интеллектуальной мощи, что даже не зная много о мире на каких-то совершенно базовых вещах достраивать себе эти миры и знать много о Боге. Все бывает. Все зависит от способностей человека, восприятия его и так далее. Но если он туп, душевно, он не сможет понять правильно, о чем написано в книге, что правильно написано Маймонида, он может только это декламировать, понимаешь, а использовать это в своей жизни, верить по-настоящему, к вере настоящего он не приходит, потому что у него как можно говорить о любви к Богу, когда человек не умеет любить своего ближнего. Я не знаю, что такое любовь к Богу на самом деле, но во всяком случае, если я не люблю ближнего, не знаю, что такое любить, я не могу вообще рассуждать о любви к Богу, понимаешь? Мне так кажется. Тем более, тут мы говорим Дима о диалоге, а это предполагает опыт, опыт, то есть ты обращаешься, ты видишь руку Всевышнего, и если ты это чувствуешь, то это и есть твой опыт, и вера твоя дальше продвигается, и попадая в другую ситуацию, ты уже помнишь про тот опыт, правильно? И дальше, и дальше так. Не знаю, мне кажется, что вы как бы путаете в тут разные, большая каша у нас в голове. знание, ну, ты, например, взять мужчину и женщину, он ее лучше знает, знает, какие цветы подарить, это что, он просто вот, он из опыта подарил первый раз неправильно, не вспомнил, что она ему говорила, он же не будет ей опять подарить те, которые она не любит. То есть знание, Не наступать на одни и те же проблемы, например, даже в отношении с Богом, это тоже действительно. Мы уже много раз на определенные грабли наступали, может быть, пора осознать это. И это без опыта тоже невозможно. Вся человеческая история, это опыт, опыт, на котором мы учимся, и на котором мы приближаемся к Богу. Здесь недостаточно только опыт. я скажу в смысле как это представляется в очень примитивном виде в кабале. Мы всегда говорим о этих кругах и линии, что есть две системы. Одна система естественная, то есть естественного опыта человека, и вторая это заповеди Всевышнего, то, что он нам дал в своей таре, которая направляет нас в правильное направление. На одном исключительно опыте мы не можем научиться. Хотя это было бы славно, да, там тоже в природе, во всем мире, в кругах и в линиях всюду есть Всевышний. Но опыт исторический человек показывает, что без стали мы заходим в тупик. Нам достаточно дали времени это понять, да, что только опыт он нас не приведет далеко. Но и без опыта совсем тоже нельзя. То есть именно в этой самой природе, в этом самом мире, где мы реализуем божественную тару, мы при этом приобретаем опыт, приобретаем представление о Боге. Это идет вместе, насколько я понимаю. Эти самые круги или... Вот это я и имела в виду. Нихама, можно вопрос? Смотрите, у нас возьмем двух праведников, очень известных, очень больших, да, для большого сравнения, Бабасали и Рава Вади Йосе. Они, конечно, разные поколения, но близкие поколения. Кто такой Рав, я буду говорить, что они очень разные. Как сравнивать не надо, Дима? Не надо сравнивать? Ну а как, разные поколения, разные условия? Есть люди, праведники, которые вообще не приспособлены к этой жизни. Он кушал два раза в день, два кусочка хлеба и молоко, Бабасали, и весил 42 килограмма. К нему пришел человек из Хайфы, он заплакал, и Бабасали отдал все, что у него было. Потом его ругали, а чем ты будешь питаться, у тебя денег нет. Он вообще летает в облаках. Лицо всегда закрытое, посмотрите на Бабасали. Вот это один вид праведников, который имеет знания, и он вообще летает в облаках. Есть другой, Рава Вадя Йосеф, кто его хоть раз видел, это 120 килограммов, это золотая шапка, и жил недалеко от нашего Рава Михаэля Гитика, и много про него я знаю, то есть он кушал хорошо, 10 раз в день. Большой там он говорит, я должен хорошо выглядеть, у меня должно быть много денег, потому что будут по мне смотреть на евреев с хорошей точки зрения. Очень хорошо прижился и реализовал Тору в этом мире. Вопрос, кто из них больше праведник? Бабасали, который оторвался. Вот это вот не надо спрашивать. Я сравниваю. Это не нашу вообще. Речь про опыт и про знание. Обязательно ли нужен опыт для того, чтобы быть хорошим человеком? Да, я думаю, что да, но это, так сказать, ты можешь придерживаться другого точки зрения. Я не уверена, что это вообще возможно, но... Надо стать им. Сразу человек не может быть хорошим. Ему надо стать. Авраамом надо стать, Царой надо стать. Это процесс. А что это? Сразу? Дела наших братцев, они знак для нас. То есть мы на них учимся. Ну, смотри, мы тут высказали две разных точки зрения. Сравнивать праведников это совсем не то, что я считаю правильным. Не то. Разные совершенно люди. Я вас провоцирую. Я делаю работу. Я вас провоцирую. Да, но это неправильная провокация. Ты говоришь, сравните там, если словно на какие-то анализы, то кого переборет. Да, это в будущем, да, когда будет, ну, это перевод на русский язык такой, такого мидраша, что в будущем будет драка между левиафаном и левиафаном и этим древним быком. Быком. Шорабар, да, диким быком, да. Как по-русски, это да, я думала. То есть это как бы символ неразрешимости каких-то таких сложных сил в природе и вопросов. Невозможно и правильно сравнивать тоже. Потому что у каждого свой путь и невозможно приклеить один стереотип на другой. Как бы мы не пытаемся сказать, кто более прав. Но просто вообще без опыта как человек может существовать. Мы в своем опыте переживаем свою жизнь и делаем какие-то выводы из того, что с нами происходит. Опираясь на знания. Конечно, опираясь на знания. Без знания и опыта он очень мало способствует вере. Но то, что человек переживает, оно имеет большую ценность. Потому что не каждый человек в состоянии, когда на него приходят тяжелые испытания, сохранить веру. Это тоже очень большая проблема. Как он пользуется этими испытаниями? несчастьями, которые на него приходят, например. А это со всеми бывает. Больше или меньше. Иногда они совершенно с неожиданной стороны приходят. Как человек этим пользуется и куда он это направляет? Это зависит от его здания и от его личности, и от его опыта. И это путь, по которому он идет. Вы совсем не предполагаете, что у каких-то людей может быть общение с Богом не как у пророков. Нет, это как бы наш диалог с Богом, то, что со мной происходит. Это то, что мне Бог говорит, а то, что я делаю, это то, что я ему отвечаю. Но не обязательно, как когда-то сказал Высоцкий, не обязательно получить палкой по голове, чтобы это пережить. Можно уметь сопереживать, можно уметь понимать, и можно в конце концов... Не обязательно. У каждого человека свой путь, у каждого человека... Вот про то и кино, когда вы обобщаете что-то без опыта вообще никак, но бывают разные, наверное, люди. Это тоже вид опыта? Сопереживание. Это же мудрость предвидеть. Мудрость это предвидеть, что к чему приведет. Это правда? Сопереживание, там... Все, что с человеком происходит, все это опыт. Он учится на нем чему-то. И обязательно я не хотела сказать, что у каждого человека должны стукнуть палкой по голове. Не дай Бог. Я просто хочу сказать, что у каждого есть свои небольшие или большие какие-то неприятности. Ты опоздал на автобус, ты будешь думать, ай, я опоздал на встречу, я пропущу, не устроюсь на работу, вся жизнь пропала. А можно сказать, ну, может быть, так и нужно. Может быть, это что там, не обязательно на храме должен быть свой опыт. Можно воспринимать другого человека. Если человек мудрый, он может это использовать. Спасибо всем. Очень было здорово. И в следующий раз опять через две недели мы встречаемся, да, Андрей? Ну, да, в следующей четверке я не смогу, а там дальше не знаю. но следующая тема это будет мужчина и женщина, то есть Адам и Хава. А сейчас уголок рекламы. По-видимому, вместо вот этого урока на следующей неделе у нас будет лекция по гипотологии, точно тема уточняется. Одна женщина предложила нам рассказать интересные, на ее взгляд, темы, связанные с Египтом, Израилем, естественно, и приглашать все поучаствовать, и будет реклама, соответственно, как всегда вам в разных местах. Спасибо вам всем. Очень нам добавляет ваше участие. Это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Натан. Спасибо. Спасибо, до свидания. Окей. Напоминаю, что 8 часов есть занятие Мейера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok